Никогда бы не подумал, что соберусь написать что-либо на эту тему, но вот, видимо, накипело, глядя на происходящее вокруг. Последние примерно уже два года практически главной темой, с которой начинаются все выпуски новостей во всех странах, является пандемия COVID-19, ее то спад, то снова развитие, новые штаммы и опасные мутации, ситуация с прививочной компанией, ограничение, количество нововыздоровевших и, к сожалению, госпитализированных и даже умерших. И их по всему миру уже очень много. Слишком много. При этом в РФ и других развитых государствах до сих пор присутствует также и достаточно большое количество неверующих в то, что прямо вокруг них делается, не желающих прививаться, выполнять предписанные государственными органами меры защиты, соблюдать ограничения и так далее, акцентируя здесь внимание на словосочетании в развитых государствах, то есть как раз в тех, где и вакцин, и средств защиты, и лекарств уже вроде как в достатке, где на место всяких колдунов, шаманов и жрецов в ВУДУ, давно пришла современная эффективная медицина, а информация распространяется самыми технологичными медиа и средствами коммуникации, с возможностью многократной ее перепроверки, а не слухами от племени к племени. Тем не менее, в этих развитых странах и в их медиапространствах упорно продолжают, словно мухи вокруг старой свинофермы. Роятся различные слухи о глобальных теориях заговора, принудительном чипировании через вакцинацию с целью то ли зомбирования граждан, то ли тотальной слежки, а также о страшном вреде прививок как таковых, а вакцин от нового коронавируса в частности и в особенности. И в этих развитых государствах вполне себе хорошо образованные люди, глядя в свои суперсовременные гаджеты, читают, смотрят и слушают всяческую лабуду, представленную там в широчайшем спектре, благодаря опять же развитой свободе слова и развесив уши, верят этому всему, одновременно не веря почему-то в опровергающие, это все слова настоящих профессионалов, специалистов всех уровней, врачей-гослужащих и так далее, я сам, честно говоря. Люблю всяческие теории заговоров и тому подобные вещи. В некоторые даже верю. Например, в теорию об искусственном происхождении этого нового коронавируса. Но это несколько иной вопрос, из какой пробирки и у кого он там получился, сбежал или не сбежал из лаборатории, где, когда, откуда и почему. Надеюсь, позже разберемся. Факт в том, что он, вирус этот, реально существует, развивается, размножается и мутирует, создавая при этом население всей нашей планеты, без исключения огромной неприятности. И с этим что-то надо делать. Всем нам, так как всех это касается, без исключения. И давайте, несмотря на все теории заговоров, будем все-таки реалистами. Но нет пока на свете таких чипов, которые можно было бы незаметно вести человеку с помощью иглы шприца, не говоря уже о маломальски пригодных элементах питания для них. Ведь чтобы что-то куда-то передавать или как-то влиять на деятельность носителя, чип этот должен иметь в себе и некий энергетический элемент. И этого тоже не существует. Уж не знаю, к счастью или к сожалению. Наверное, когда-то появится, но пока нет. Если бы что-то подобное существовало, то уже давно в нашем мире капитализма было бы успешно монетизировано, это мне поверьте. И в ваших карманах и сумочках не лежали бы эти тяжелые громоздкие лопаты с дисплеями, требующие постоянной дозарядки. А создатели электромобилей, например, не ломали бы себе голову с дорогими, объемными и малоэффективными батареями. Да и зачем вообще народ тайно чипировать, когда эти самые чипы в виде смартфонов и других электронных устройств практически все уже и так добровольно имеют, всегда и везде носят с собой и сообщают им о себе практически всю возможную самую тайную и личную информацию. При этом все пользователи также знают, что для умеющего человека получить доступ к этой самой тайной и личной информации пара пустяков. Но никого это почему-то не останавливает. Все все продолжают сливать в свои гаджеты, хранить на виртуальных облаках и так далее. То же самое с вредом от прививок. Да, от каждой вакцинации, возможно, нежелательные побочные эффекты. Но количество этих случаев среди вакцинированных людей исчисляется сотыми долями процента. То есть да, есть определенный минимальный риск, что прививкой вы своему организму нанесете какой-то вред. При этом шансов, что спасете себя и многих окружающих от возможно смертельной болезни в миллионы раз больше. Но люди почему-то думают о том плохом, что может случиться, а может и не случиться, даже скорее всего не случится. Шанс, что случится, примерно один на миллион. Зато но абсолютно все знают, что, например, алкоголь, курение, употребление даже легких наркотиков, большого количества жирной пищи, сладостей и так далее и тому подобное наносят организму вред совершенно точно, причем чаще всего необратимый и непоправимый. Но это знание почти никого не останавливает. Люди пьют, курят, жрут от пуза, извините, и другие непотребные вещи делают, совершенно осознанно себе самим этот вред нанося. А от прививок отказываются, опасно, мол, где логика? Говорят, что коронавирус открыл нам много нового о себе и о мире, в котором живем. Это точно. Причем, как в глобальных вещах, так и в частностях, многое стало видно совсем не в лучшем свете. У меня лично такое вот неожиданное частное разочарование вызвали многие мои знакомые и даже родственники, которых я до этого считал вполне вменяемыми и разумными людьми. Большинство, правда, к счастью, оказались вполне адекватными, ситуацию поняли, а как только появилась возможность вакцинации, пошли и провакцинировались. Но от некоторых слышу, подожду пока, посмотрим, что с этими вакцинами будет и коронная фраза «У меня 6». Знакомых после прививки умерли. Не знаю почему, но уже от четверых человек я слышал именно эту цифру «6». Видимо, распространителям ДЭЗы она как-то особо приглянулась. Не очень много, чтобы не поверить, но достаточно, чтобы напугать. Или мистическое значение цифры «6» здесь имеет некий смысл. Но тут мы опять уже в различных сомнительных теориях. В третий раз, услышав эту фразу, я уже не выдержал. Говорю тому, кто мне про очередных 6 умерших привитых близких друзей сообщил. Со всей серьезностью момента, естественно. Слушай, у меня есть выход на европейскую прессу. Они за реальные данные о смертях после российских вакцин заплатят неплохие деньги. Давай вместе заработаем. Даешь мне об этих людях информацию, только такую, чтобы подтверждалось, а я все остальное организую. И гражданин сразу поплыл. Ну это, мол, не совсем знакомые, друг сказал, да и вряд ли кто захочет связываться, и так далее. С четвертым, сообщившим о смертях шестерых привитых близких, было то же самое почти один в один. Причем про западную прессу, это было безо всяких шуток. За реально обоснованную статью о вреде спутника. К примеру, некоторые, кого знаю в Европе, дали бы очень много. Что еще лично мне открыла пандемия? Так это тот факт, что многие граждане у нас абсолютно зажрались на фоне личного благополучия, свободы и демократии, на отсутствие которых, как правило, они же так много жалуются. Ну вот привыкла у нас достаточно значительная часть населения регулярно ходить по кабакам, ночным клубам и каждый год обязательно купаться в море. И не в каком-то там черном или балтийском, а обязательно, чтобы в красном, эгейском или средиземном. Некоторые даже предпочитают Индийский океан или еще более экзотические места для ежегодного погружения собственной задницы в заветные соленые волны. Кто-то, вот поди же ты, просто не может пережить без итальянского шопинга или австрийских горнолыжных трасс. И ради этого народ готов на любые ухищрения, от полулегальных полетов в закрытые направления, на так называемых грузопассажирских рейсах или с несколькими пересадками на перекладных до заветного турецкого, египетского или другого берега, до приобретения заведомо фальшивых сертификатов о вакцинации, результатов теста или отводных справок, всякого рода ради того же самого или просто ради посещения ресторанов и других общественных заведений. Причем многие именно из этой группы людей как раз и являются заядлыми антипрививочниками или ковид-диссидентами. А если что-то у них вдруг не выходит, то не перестают жаловаться и совершенно искренне возмущаться и удивляться пропавшим билетам, сгоревшим путевкам, штрафам и тому подобное, как же, мол, так? За что же? Срочно верните деньги! Спасите! Я же просто хочу на море! Как вариант в ресторан, бутик, на дискотеку, футбольный матч и так далее. Многим такое знакомо? Думаю, к сожалению, да. И как это называется? По-моему, повторюсь и заранее извинюсь, зажрался народ и оборзел. Вот именно так это и называется. Причем если бы хотя бы половину той энергии и средств, что эти люди тратят на обход ограничений и невыполнение защитных требований, они же бы потратили в прямо противоположную сторону. Все бы наверняка бы давно и само открылось, а эпидемия бы, если не совсем закончилась, то резко отступила. Но нет, не хотят этого оборзевшие граждане делать. Лучше будут искать новые пути обхода ограничений и рассказывать бредовые истории про шестерых умерших после вакцинации. Еще, конечно же, не носить маски. Это вообще какой-то народный спорт. На турникете пройду, а потом сразу снимаю, или как вижу контролера или полицию, то нацеплю на край носа, а потом снова сниму. Это они кого обманывают? Из серии на зло бабушки отморожу себе уши? Ну что такого страшного у этой маски? А она ведь реально работает, защищает и того, кто ее носит, и окружающих от распространения болезни это многократно доказано. Никто же не заставляет у нас граждан бегать с тяжелым рюкзаком в резиновом противогазе по нескольку километров. Кто пробовал меня поймет, не запирает в домах месяцами, как на подлодке в дальнем походе. Маску-то одевать надо только в общественном транспорте, в магазине и других местах локального скопления людей. Неужели это такая трагедия? Да и дышать в ней не так уж и тяжело на самом деле, а польза вполне реальная. И когда от несильно пожилых граждан, явно без особых проблем со здоровьем, слышу уже крылатую фразу Джорджа Флойда. Я не могу дышать в данном случае применительно к медицинской маске, хочется как-то сразу в лоб дать данному индивидууму. Говорят в России две проблемы, дураки и дороги. И это факт. Но я бы добавил, что в последнее время к ним прибавилась третья, демократия. Причем даже не она сама, а то, как извращенно некоторые граждане сами для себя это понятие истолковывают. И если дорогами в России в последнее время вроде как занялись, и результаты уже даже кое-где действительно видно, то вот демократия, при большом количестве дураков, явно работает не на пользу государству и народу в целом. И с этим, как и с дорогами, тоже что-то срочно надо делать. И если состав и менталитет населения поменять так быстро не получается, значит надо как-то адаптировать демократию к этому населению, гаечки подкрутить, как говорится. Хотя бы в некоторых вопросах. Видимо, на свободный и добровольной основе пытаться проводить в жизнь такие важные и срочные решения, пока рановато, не дозрел народ, сознательности и мозгов, у многих для этого еще явно недостаточно. При этом, на удивление, денег на кабаки и дорогие отпуска, видимо, вполне хватает даже у этих самых дураков, так широко у нас распространенных. И все говорят, плохо живем. Так что хватит уже играть с дураками в свободу и демократию, не понимают они, что это такое. А результат этих затянувшихся игр и так виден невооруженным глазом. Необходимо ввести вакцинацию от COVID-19 в список обязательных сезонных прививок и все. В законном порядке. А распространение ложной информации, так же как производство и использование фальшивых документов о вакцинации и тому подобное, приравнять в уголовном кодексе, к терроризму. Так как эффект от этого ничуть не лучше. Иначе так и будем то открываться, то закрываться, болеть, умирать и начинать каждую программу новостей со свода к распространению инфекции. Неужели еще не надоело?